В форуме молодых специалистов принимают участие педагоги, чей стаж составляет не более пяти лет. Впервые в Полевском целый форум посвящен именно молодым специалистам сферы образования. Площадкой для профессионального общения стала школа номер 20. Сюда приехали работники всех образовательных учреждений Полевского городского округа. Мы очень рады, что нам доверили честь, право открывать именно форум первый в городе, форум молодых педагогов. Это событие значимо для города, потому что педагоги молодые показывают свои знания, то, что они наработали, они показывают свои умения. Но наставники, они, конечно, наблюдают за тем, как педагоги научились этому. И самое главное, что когда вместе идут наставники и молодой педагог, это очень здорово. Это будет в дальнейшем продуктивно, это действительно будет большая помощь молодым педагогам. Всего в нашем округе работает 150 молодых педагогов. Многие из них после окончания вузов возвращаются в Полевское, чтобы учить детей. Когда была сформирована программа форума и стали известны темы докладов, то и инициаторы данного мероприятия убедились, что не зря дали выступить именно молодежи. Коллегам, скажем так, стажистам, с уже багажом, с опытом работы предоставляется очень много форм педагогического общения. Это и традиционные педагогические чтения, и конкурсы профессионального мастерства. Вот молодым мы впервые вот так предоставили площадку целого форума, чтобы уже поярче их показать нашему педагогическому сообществу, населению города о том, что у нас хорошая молодежь. Учитель физики и астрономии школы-лицея номер 4 «Интеллект» Валерий Волов рассказывает в одной из методических секций своим коллегам о роли информационных технологий в развитии и образовании детей. В своей педагогической деятельности он использует универсальные инструменты, которые будут полезны учителям любых дисциплин. Один из таких инструментов – генератор случайных чисел. На уроках Валерий Волов часто использует этот метод, который позволяет в игровой форуме выбрать учеников, которые будут отвечать. Благодаря этому на уроках всегда позитивная атмосфера. Рассказывает об этом на форуме. Очень важный этап пути, когда как раз происходит свой поиск направления, такой тропинки своей, индивидуальности какой-то, как преподавателя. И вот эта индивидуальность всегда разная. Поэтому именно вот в этот момент пока еще живы переживания, пока еще свежопыт. Вот эти выступления, они дают максимум информации. Своих молодых педагогов поддерживают опытные наставники. Директор школы лицея номер 4 «Интеллект» Владимир Никитин, который также преподает физику, рассказал, как готовились к форуму молодых педагогов. Готовились, конечно же, всей школой, готовились так, чтобы молодой человек был ярким. Он яркий на уроках, теперь, наверное, надо быть ярким еще и вот на таких мероприятиях, как здесь. А вообще форум – это определенная стартовая площадка для того, чтобы каждый молодой учитель был уверен в себе. Так, чтобы поддержка и моральная, и, наверное, вот такого сообщества педагогов всех школ города было таким мощным трамплином для того, чтобы сделать карьеру в педагогике. Еще одну интересную тему в другой секции раскрыла учитель начальных классов школы номер 16 Юлия Сенцова. Тема ее доклада – воспитание активной гражданской позиции через взаимодействие с родительским коллективом. Суть в том, чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс, чтобы они участвовали в школьных и городских мероприятиях. Тогда и дети становятся более активными. Мы работаем с родителями. Родители привлекаем в наши мероприятия школьные, классные мероприятия. И впоследствии этого ребенок тоже хочет участвовать везде. То есть он тоже хочет занимать активную позицию в спортивной жизни, в творческих мероприятиях. И это повышает уровень учебы. После работы в методических секциях участники форума вернулись обратно в актовый зал, где по плану праздничная программа, посвященная Дню Учителя. Поздравить работников сферы образования приехал директор по управлению персоналом Северского трубного завода Алексей Рябухин. Он отметил, что педагоги играют важную роль в жизни каждого человека. Педагоги, молодые педагоги, которые находятся здесь в этом зале, уже сумели понять, насколько труден и сложен будет путь, по которому вы поведете своих учеников навстречу к знаниям. Также лучшим участникам форума вручили почетные грамоты и подарки. Первый опыт проведения форума молодых педагогов показал, что это эффективная форма профессионального общения, которая, возможно, станет новой замечательной традицией. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день.